киберпреступления растут как справиться с ними об этом узнаем здесь и сейчас мой собеседник заведующий кафедрой кибербезопасности одесского университета внутренних дел карен избаевов здравствуйте здравствуйте киберпреступность как объяснить что это киберпреступность это новая довольно такие явления но уже настолько она развилась и что об этом говорят и на улицах и бабушки и даже дети которые только-только пошли в школу в 1 2 класс уже имеют при себе определенные мобильные терминалы на которых установлены довольно таки совершенно дорогостоящие технологии поэтому киберпреступность она проникла во все сферы нашей жизни только из-за того что мы все сейчас живем в информационном обществе которая подразумевают под собой использование всех информационных аналитических программы или программных аппаратных средств тенденция такова что с 2014 года фиксируются такие преступления стартовали они с 4 тысячи преступлений 800 за год сейчас уже примерно 9 тысяч преступлений совершается таким образом мы увидим тенденцию что с каждым годом данная категория преступлений растет при порядка двух с половиной тысяч преступлений если посмотреть на те сферы которые затрагивают киберпреступления то здесь необходимо отметить что вот общего количества преступления в сфере торговли это 15 процентов сфере охраны здоровья около 12 процентов сфере бизнеса 10 процентов сфере государственной порядка 10 процентов почему данная категория преступлений идет постоянно на контроле в как министерстве внутренних дел так и в национальной полиции украины потому что данная категория преступлений связана со всеми слоями населения она затрагивает как и простое население рабочих тех людей которые занимаются в сфере торговли так и государственных служащих так и и бизнес почему потому что ихняя деловая репутация намного больше пострадает от того что они скажут что их не банкоматы например подверглись какому-либо воздействию с вне и с них снялись деньги или же их не официальный сайт взломали или же персональные данные их них клиентов были похищены и сейчас продаются в открытом источнике поэтому латентность данного рода преступления довольно таки высока следующий момент касается того что преступники пытаются пошли немножко по другому пути сейчас они свои действия ведут на малозначительности своего преступления то есть с каждого человека они лучше возьмут по 50 гривен каждый человек из-за этих 50 гривен не будет обращаться правоохранительные органы но таким вот образом они соберут довольно таки хорошую сумму что касается спецификации людей которые занимаются противозаконной деятельности они чаще всего возрасте довольно таким молодым они подверглись данному влиянию из-за того что все хотят быстро обогатиться о том что это ведет к уголовной уголовному наказанию они конечно знают но и понимают что система в которой они работают довольно таки хорошо их защищают потому что есть определенные каналы шифрование и так далее где можно оставаться в какой-то мере скрытно однако все направление киберполиции направление подготовки киберполицейских и сейчас уже обычных оперуполномоченных следователей ведет к тому что все больше и больше мы начинаем их задать за их не правонарушения наказывать если ссылаться на экспертов института социально-экономической трансформации то один из таких вот например распространенных вирусов который был у нас в украине это петя принес убыток нашему государству примерно в 700 миллионов долларов если мы обратимся к одной из ведущей антивирусных компании макафи то они подпочитали что мировой подчеркну что мировой убыток в 2017 году от киберпреступлений примерно стал ну получился в 600 миллиардов долларов три правила первое кибернетическая преступность растет второе теперь делают много много значительных преступлений третье киберпреступники молоды мы продолжим разговор о безопасности в других передачах берегите себя макия